Мы подобрались к самому интересному. Будем настраивать в этом видео конструктор страниц на шаблоне UMACAI на фреймворке ULKIT. Будем имитировать демо сайта, повторим так же как устроена главная страница и после того как вы полностью сделаете главную страницу, остальные страницы вы сможете уже выполнить без проблем. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. Мы с вами остановились, пробовали разные настройки, делали разные по порядку, проверяли всякие элементы и пришло время начинать уже более глобально рассматривать кастомайзер, то есть самое интересное, самое вкусное, самое мощное инструмент именно в этом шаблоне. Поэтому я буду стараться его видоизменить так же, чтобы выглядел как демо. Переходим в админку нашего сайта, переходим в шаблоны, заходим в наш шаблон, кастомайзер, заходим в кастомайзер. Напоминаю, чтобы здесь у нас появился кастомайзер и была возможность работать с ним, наш пункт меню должен ссылаться на статью. То есть, скажем, блог в блоге, вот вы видите предупреждение, в блоге Joomla кастомайзер не работает. То есть, если это главная страница, я напоминаю, то вы должны ссылаться, перейдя в меню, main menu, то есть, например, это главная страница, вот она главная, вот здесь вот это видно, куда ссылаются материалы, менеджер материалов, материал. Так, с чего бы я начал делать первый экран? Наверное, с бэкграунда, с фона. Здесь достаточно большая картинка на первом экране. Серфингист на серфинге, значит, плывет по воде. Эту картинку я и буду использовать так же, как и в демо. Вот все картинки с данного шаблона. И данная картинка я специально покажу. Вот здесь вот вам видно 2,560 на 1400. Такая вот картинка, достаточно большая, достаточно тяжелая. Переходим в админку нашего сайта. Я захожу вот сюда вот в секцию, в карандаш. И вот сюда вот я загружаю данное изображение. Нажимаю загрузить, из компьютера загружаю данную картиночку. Выбираю, открыть, картинка загружена. Ставлю птичку и выбрать. Так, произведем некие настройки. Под картинкой изменить настройки. По ширине я выставляю 2,560. Далее размер. Выбираю cover. Здесь я выбираю top center. На этой странице я нажимаю сохранить. Нажимаю назад. Исходя из настроек демо шаблона, ниже по настройкам цвета текста выбрано light. Дальше максимальная ширина выбрана xsmall. Следующая опция высота. Выбран вот этот вариант. Прокручиваем дальше. Вертикальное выравнивание. Оставляем как есть. Внутренний отступ. Я выбираю вот этот вариант. Далее прозрачность позиции header. Выбираю вот этот вариант. Видим, что у нас header, именно меню, стало прозрачное. То есть уже стало что-то похожее на демо пример. Анимация не выбрана. И здесь еще некая такая настройка, как заголовок. Я вам покажу, что это такое. Вот сейчас у нас это не заполнено. Если мы посмотрим здесь, у нас вот здесь, обратите внимание, есть такой некий текст. Если мы хотим здесь что-то написать, как раз таки это настраивается там. В это поле вы что-то вписываете. Позиция right button. Справа. Здесь оставляем, в принципе, так как есть. Сохранить. Да, вот здесь слева выбрано. Я ошибся. Если мы сейчас посмотрим, обновим страницу главную, у нас пока, конечно, не так все выглядит, потому что изначально мы настраивали все по-другому. У нас не во всю ширину каркаса. Надо убрать тулбар. И просто хотел на этом уровне показать в самом низу вот эта строчка. Вот то, что я разместил. Вот этот текст. Вот, соответственно, вы можете здесь, наверное, что-то написать по-русски. Я написал по-русски демо пример. Шрифт, конечно, здесь какой-то другой, потому что текст стал мельче. Но, в общем, это отображается здесь. Давайте я быстренько приведу сейчас сайт к тому, чтобы у нас был он во всю ширину. Я надеюсь, вы знаете, как это делается. Это было в ранних уроках. Переходим в сайт. Здесь бокса. Я выбираю full ширина. Сразу давайте тогда я поставлю, так же, как в демо, сразу поставим логотип. Тот, который участвует в демо. Логотип о формате SVG. Логотип не пустил к загрузке. Видимо, надо в медиафайлах расширять возможности, прописать, чтобы SVG было в допустимых типах файлов. Это можно сделать позже. Тогда оставим пока текст вместо логотипа. Прокручиваем ниже, там где макет, мы выбрали во всю ширину. Я снимаю вот эти все галочки. Вот эти вот. Они, наверное, уже будут неактивны. Вот по центру у нас только здесь остается. Позиция тулбара. Выбираем вот этот вот вариант. И ставим вот эту вот птичку. Все. Тулбар у нас как бы он есть. Он исчез. Там есть социальные кнопки. В данном случае у нас тоже здесь по сути тулбара и нет. Здесь можно нажать сохранить. Давайте теперь подкорректируем позицию header под внешний вид демо. Переходим к позиции header. Кликаем по этой иконке. Выбираем горизонтал right. Вариант там такой используется. Дальше. Вот здесь вот выбран просто стики. Панель навигации. То есть это прилипание шапки. Далее. Выпадающее меню слева. Выпадающая панель нет. Дальше ниже поиск тоже скрыт. В данном случае. Дальше социальные кнопки. Позиция. Выбираем header. И снимаем птичку. Отображать иконки в виде кнопок. Соответственно. Редактировать иконки я показывал как. Это все здесь делается. Теперь. Что касается стиля. Если мы хотим, чтобы у нас шаблон по стилю был приближен к демо шаблону макайи. То мы не должны забывать о стилях. Здесь есть прямо макайи. То есть вот здесь в списке найдите макайи. Макайи. То есть он так и называется. Выбираем. Вам будет представлен несколько цветовых схем. При наведении будет в уголочке видно макайи. А здесь уже макайи и оранж. Например, оранжевый. В данном случае у нас вот просто макайи. То есть мы его и выбираем. Что это дает? Во-первых, мы сразу можем видеть меню. Меню разделена рамочка. Меню не прилипает по краям. То есть это стиль. Это стиль шаблона. То есть при наведении менюшка уже белая. То есть у меня это все было другими цветами. Теперь меню один в один, как и цвет именно вот этого макайи. Соответственно, я здесь нажимаю сохранить. Осталось решить вопрос с изображением. Я еще раз залез в настройки. В демо-примере там показано, что именно ковр выбран. Но у нас при выборе ковр она очень огромная. Эта картинка. Ее не видно всю целиком. Я попробовал сделать здесь вот этот вариант. Сохранил. И на сайте смотрится в принципе один в один. У нас не хватает здесь только вот какого-то текста. Но в целом у нас начало положено. У нас все получается с вами. В первом экране у нас тут какой-то текст. Здесь тоже внизу какой-то текст. Какая-то линия. Давайте посмотрим, как это реализовывается в нашем шаблоне. Вы помните, в первых уроках я здесь уже размещал текст. Я просто нажимаю по плюсику. У нас в демо-примере используется плагин. Вот этот вот headline. Его выбираем. Текст. Вот этот плагин я убираю. Захожу в настройки. Здесь я просто сдублирую текст, который используется в демо-примере. Вы можете написать что-то по-русски. Дальше здесь по настройкам. Здесь стиль я выбираю вот этот. Уже видите, буквы стали такие крупные, похожие как в демо-примере. А остальные вот эти опции оставляю нет. Дальше элемент h1 первого уровня заголовок. Естественно, он таким должен быть здесь. Оставляем. Далее позиция static. Сам внизу настроек выравнивания текста. Здесь выбираю по центру. Текст у нас вот здесь выравнивается по центру. Так, здесь мы нажимаем сохранить. Возвращаемся назад. Далее у нас там есть некая линия. Плагин. Давайте такой добавим. Вот здесь он располагается. У нас пока это горизонтальная линия. Давайте зайдем в настройки. Стиль я выбираю вертикальный. Линия, вы видите, становится вертикальной, такая же, как и в демо-примере. HTML элемент я выбираю div. В этом плагине все. Сохранить. Назад. И еще один плагин здесь используется, текстов. Тот же плагин. Здесь у нас, ну, можете что-то написать. Я беру из демо-примера. Зайду в настройки. Здесь настройки я выбираю заголовок второго уровня. Здесь фонд-фэмили. Я выбираю вот этот вариант. Вы видите, здесь такой шрифт присваивается этому тексту. Ну, такой же, как в демо. То есть это меняется в фонд-фэмили. Это у нас шрифт. Вот здесь HTML элемент. Я выбираю div. Дальше, ниже по настройкам. Здесь только остается выровнять по центру. Так, у нас уже что-то похоже. На этом уровне сохранимся. Нажмем назад. То есть вы уже даже понимаете, как работает конструктор здесь. Обновлю страницу. У нас, в принципе, практически первый экран такой же. У нас остается здесь разместить вот эти некие элементы. В этом же уроке хотелось бы это показать. Вот типа Toolbar, да, там и почта, локация, телефон. Toolbar в демо-примере выполнен за счет модуля. Поэтому мы выходим из шаблона. Закрываем. Переходим к расширению модуля. Это у нас HTML модуль. Модуль создаем. Выбираем вот здесь вот HTML код. Сразу позиция. Позиция у нас там это Toolbar Write. Так ее здесь и выбираем. Заголовок скрываем. Имя, модуль, как хотите, называйте. Я так и назову Toolbar. В демо-примере, да, у нас вот такая вот здесь есть строчка. Я прям сразу покажу, как это в демо выглядит. Прямо отсюда вы можете также, если вы шаблон приобретали, у вас должен быть демо-пакет, то также можете зайти в этот же модуль Toolbar и скопировать этот код оттуда. Здесь самое важное, что помимо, например, ссылки, локация, правильно прописано телефона через mail, то кликабельный email и правильно прописано телефон через tell. Это говорит, что телефон кликабельный тоже. Здесь важно вот этот класс, как он вот здесь выглядит. Чтобы также строчка Toolbar выглядела, как вот здесь у них в демо. Нужно код именно такой же скопировать. Единственное, только замените данные на свои. Если у вас локации нет, хотите только телефон или e-mail, тогда вот эту строчку можно удалить. Я вам сейчас покажу на примере. То есть я вот этот код весь копирую из демо шаблона. Возвращаемся на наш сайт. Переходим по иконочке исходный код. Вставляем здесь этот текст. Соответственно, вот здесь его уже видим. Если перейдем в исходный код, ну я надеюсь, вы понимаете, да? То есть почту здесь заменяйте на свою. Здесь тоже. Также с телефонами и с этой ссылкой. Давай сначала посмотрим, что у нас получается. И привязку еще не забыть на всех страницах. Нажимаем сохранить. Пойдем на фронтальную часть сайта, обновимся. И у нас с вами встает, видите, как все в колонку. Извечная проблема Joomla. Все не как у людей, да, так скажем. Не всегда все встает правильно, так скажем. Все дело в редакторе, скорее всего, редакторе Joomla, который там обрезает как-то код. Если мы сейчас посмотрим с вами на код, на самом деле здесь не хватает некоторых переменных. Вот как выглядит код, когда он полный. То есть вот это у нас почему-то там обрезалось. В итоге нам нужно ставить прям вот именно, чтобы он так вот встал этот код. Тогда он будет в одну строчку. Если вам там, у вас нет демо или вам лень устанавливать демо, я на своем сайте этот код приложу под уроком. Пройдете на мой сайт, перейдете в уроки Joomla. Далее перейдете вот здесь вот в шаблоны. Ну, здесь вот будет урок располагаться. Зайдете внутрь и там я вам код приложу. То есть именно вот как он есть, вот здесь. И теперь как его на сайт установить, кто не знает. То есть я прямо отсюда из демо примера его копирую уже в правильном виде. Возвращаюсь на сайт. Временно просто отключаем редактор. Переходим в систему общей настройки. На вкладке сайт редактор выбираем без редактора. Сохранить. Возвращаемся в модули. Возвращаюсь в Toolbar. Видим, что редактора здесь нет. Опять же, только смотрите. Если вы поставите код, здесь замените все на свое. Сохранитесь. Потом включите редактор обратно. Потом, если вдруг потребуется зайти опять в этот модуль, внести какие-то правки. И еще раз сохранитесь с включенным редактором. Картина будет та же. То есть опять код будет резаться. Давайте сначала посмотрим, все ли у нас работает. Нажму сохранить. Пойдем на сайт. Обновимся. Вот у нас теперь выглядит так, как это должно быть. Теперь, если вы оставляете только email, телефон, вам вот это не требуется, например. Возвращаемся в Toolbar. Соответственно, вот эта строчка у нас, она начинается, видите, как div открывается. Потом идет строчка с нашей локации. Там ссылка Google. Потом div закрывается. Потом вот эта строчка, значит, это у нас получается email. Вот эта строчка телефон. Значит, мы удаляем вот так именно. Вот вместе с div. Вот так вот удаляем. Сохранить. На сайт идем, обновляемся. Все. Вот, исчезает. Email оставляем. И телефон. Давайте на этом уроке поставим паузу. Я вас поздравляю. Мы с вами сделали, повторили абсолютно один в один первый экран, как в демо-примере. Мы уже даже после этого урока уже много чего с вами умеем. Возможно, многие из вас уже самостоятельно продолжат редактировать, создавать сайт на этом шаблоне. Ну, а те, кто сомневается, я вас жду в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!